Ассалам алейкум! Мира и милости вам, дорогие телезрители! В эфире передача «Мастерская мусульманки» и с вами я, Гульнас. В сегодняшнем выпуске мы сошьем нечто особенное, то, к чему мы еще не совсем привыкли, но то, что завоевало внимание и популярность в этом году. Многие 21 век называют веком пластика, и в этом году это отразилось на модных показах. Сегодня из пластика шьют одежду и аксессуары, костюмы, брюки, юбки, обувь и сумку. А мы сегодня сошьем нечто более практичное – плащ-дождевик. Наша модель этого дождевика будет также сочетать в себе еще один тренд этого года – тренчи – плащ с отлетными кокетками. Об этом чуть позже. В начале выпуска я хочу рассказать вам о том, какие способности и функции есть у бытовых машин. Вы часто спрашиваете, нужен ли оверлок и как его можно заменить. Мы говорили о разных способах замены оверлока и обработки срезов. Ну а сегодня мы посмотрим, какие функции включают в себя современные бытовые швейные машинки, которые предлагают практически также качественно заменить обмёточную строчку оверлока. Сегодня примеры обмёточных строчек, немного имитирующих строчку оверлока, мы посмотрим на примере машины Genome 460 QDC. Стандартную двустороннюю лапку нам необходимо будет заменить на специальную оверлочную лапку, то есть лапку для обмётывания срезов. В этой модели машинки эта лапка идет под буквой C. Особенность лапки C, то есть оверлочной лапки, в том, что у нее есть тонкие проволоки, что-то похожее на маленькую щетку. На самом деле они направляют ткань и благодаря этому кромка проходит рядом и не дают кромке выйти за ее пределы. В процессе шитья иголка может находить и на эту щеточку. Следите за тем, чтобы ткань лежала плотно к этой щеточке слева, но не выходила за ее пределы, то есть края срезы ткани. Так проволочная щеточка будет выполнять свою функцию. Вставляем лапку и посмотрим самый простой и распространенный способ обмётки срезов. Строчка зигзаг. Здесь эта строчка находится под седьмым номером. Прикладываем срез ткани. Край ткани должен остаться слева от щеточки. На самом деле под щеткой есть еще дополнительный ограничитель. Вы можете ориентироваться и на него. Эти значения можно менять. Можно менять ширину зигзага, его частоту. И вот такая обмётка у нас получается. Зигзаг прошел прямо по срезу, а вот в этом участке мы просто увеличили длину стежка и они стали реже. В целом все в порядке и в общем-то ткань не осыпается. Рядом есть строчка, похожий на строчку зигзаг, но она состоит из нескольких стежков. То есть, к примеру, одна сторона зигзага образует не один стежок, а целых три. То есть пунктирный зигзаг. Для такой строчки подойдет стандартная лапка А. Но особенностью этой строчки является то, что вы будете прокладывать строчку зигзаг не по краю, а отступая от края. После того, как строчка будет готова, необходимо будет подрезать срезы для того, чтобы строчка зигзаг осталась по краю. Также у машинки есть эластичная оверлочная строчка. Следующий по номеру 9. Для этого нам понадобится стандартная лапка А. И мы будем ориентироваться уже не на срез ткани, а отойдем немного глубже. После того, как мы проложим строчку, срезы необходимо будет подровнять. Вот такая у нас строчка получается. И она действительно легко растягивается. Ну а теперь нам необходимо будет подрезать срезы на один миллиметр, не доходя до диагональных линий. Для того, чтобы не срезать эту строчку. И на этом срезы будут готовы. Но они будут осыпаться намного быстрее. Особенно в промежутках между поперечными стежками. Посмотрим еще одну строчку. Она называется краеобмёточной. Чем-то похоже на строчку зигзаг. И здесь она располагается под одиннадцатым номером. Для этого нам снова понадобится лапка С с щеточкой. И это означает, что нам необходимо будет двигаться вдоль среза, то есть не отступать от него. И вот такая строчка у нас получается. Похожа на зигзаг строчку. Также вдоль среза мы видим строчку. И эта строчка краеобмёточная достаточно эластична. Она очень похожа на строчку оверлока. Как по лицевой стороне, так и по изнаночной. А есть похожая строчка. Следующая по счету это двойная краеобмёточная строчка. Нам снова понадобится лапка С. И вот такую строчку мы получили. Стежки вдоль срезов и двойной зигзаг. С верхней стороны, с лицевой стороны это похоже на два ряда треугольников. С изнаночной стороны чуть больше похоже на строчку оверлока. Это все, что я хотела рассказать об обмёточных строчках, которые предлагают современные швейные машины. Ну, а мы с вами переходим к пошиву тренча дождевика. Для пошива дождевика пластикового тренча нам понадобится пластик. Его называют по-разному. ПВХ-плёнкой, винилом, мягким пластиком. Также подобную пластику сможете найти в отделе скатерти хвостоваров. Пластик бывает различной толщины. Вам необходимо взять поплотнее. Он должен быть прочным, не растягиваться и не рваться при малейшем давлении. Проверьте его на эти свойства. Дополнительными свойствами будут также его внешний вид. Пластик может быть глянцевым либо матовым. Этот тренч сшит из глянцевого. Как рассчитать расход ткани? Мы будем шить по выкройкам из журнала и там указан расчет расхода ткани. Вы можете просто посмотреть в инструкции. Мы не будем обметывать срезы, а обработаем их косой бейкой. Для этого будем использовать искусственную кожу на трикотажной основе. Она отлично тянется и не рвется. Нам понадобится около 30-40 сантиметров дополнительной ткани для окантовки срезов при стандартной ширине 140-150 сантиметров ткани. Можно купить готовую косую бейку. Это будет немного проще. Стачивать срезы мы будем одной ниткой. Для этого подойдет армированная либо полиэстеровая нить. При необходимости вы также можете использовать специальные иглы для кожи. Но, как правило, обычные иглы также подходят. Пластиковое полотно и кожу, даже если она искусственная, нельзя прокалывать обычными булавками. Останутся следы, маленькие отверстия и они, конечно же, не закроются. Поэтому, если вам нужно скреплять срезы, то лучше всего использовать канцелярские зажимы или специальные прищепки для шитья одежды. Так вы сможете раскрыть зажим, закрепить, срезать друг другу и дать строчку рядышком, не повредив таким образом ткань. Выкройки мы будем использовать из журнала 2018 года первый номер, то есть январский выпуск. Для того, чтобы перевести выкройки, нам понадобится калька, поскольку она полупрозрачная и сквозь нее отлично видны линии и карандаш. Для того, чтобы вырезать выкройки, мы будем использовать канцелярские ножницы для бумаги, а для того, чтобы крае и ткань, можно использовать портновские ножницы. На самом журнала будет использована выкройка номер 120, тренчкод. Вы можете взять любую выкройку, которая вам понравится, не обязательно из этого же выпуска. Нас больше интересует технология пошива. Итак, находим 120 выкройку в черно-белых страницах, нашли тренчкод и посмотрим сразу на детали. У нас есть деталь номер 21, это полочка. Далее 22, отлетная кокетка правой полочки, вот она. Мы можем сделать обычный карман накладной, можно сделать с этим сгибом. Далее деталь 24, это спинка и 25, отлетная кокетка спинки со сгибом. Вот она на техническом рисунке. Далее 26, передняя часть рукава, 27, локтевая часть рукава, рукав реглан в данной модели, 28, нижний воротник со сгибом и 29, верхний воротник со сгибом. Все потому, что воротник двуслойный, но мы будем кроить только в один слой, поэтому необходимости двуслойно в воротнике нет. Таким образом, нам не нужны двуслойные детали, то есть те детали, которые предполагаются по изнаночной стороне. Если у вас не этот журнал, то вы по аналогии можете снять детали, которые вам необходимы. Возможно, у вас совершенно другая модель, или вы будете шить, к примеру, что-то вроде парки с капюшоном или куртку. 30-40 сантиметров дополнительной ткани окантовки необходимо будет разделить на полоски шириной примерно 3 сантиметра, ну а длина равна ширине ткани, то есть 140-150 сантиметров. Полностью разделим этот отрезок на полоски, и теперь мы будем использовать эти полоски в качестве бейки для обрамления срезов. Мы раскроили лекалы, и теперь нам необходимо будет соединить их. Один из главных приемов быстрого скоростного шитья, это максимальное выполнение однородных операций, единовременно. К примеру, если у вас есть спинка и полочка, рукав, воротник, пояс, то вам необходимо у каждой детали, к примеру, соединить срезы и прострочить их. Затем, если мы обметывали срезы, необходимо было бы разом обметать срез по рукаву, по полочке и спинке, допустим, по воротнику и другим деталям. После этого, когда мы максимально заготовили детали и выполнили однородные операции разом, мы бы уже соединяли несколько частей вместе. В таком случае классическая технологическая последовательность пошива изделия нарушается, однако качество от этого не страдает, а скорость только увеличивается. Поэтому сейчас мы соединим спинку и полочку отдельно, рукава отдельно и остальные детали также обработаем отдельно. Сделаем все однотипные операции разом, затем вернемся к деталям и сделаем все однородные операции снова единым разом. Две детали полочки, они раздельные. Присоединим их к детали спинки, которую мы скроили в сгиб. Раскроем деталь спинки и теперь приложим к спинке деталь полочки. Соединим боковые срезы и дадим по ним строчку. Итак, соединили спинку и полочку по боковым срезам и даем строчку на сантиметр, либо на 5 миллиметров, в зависимости от того, сколько вы оставляли припуски по всем срезам. На этом работа с полочкой и спинкой завершена. Перейдем к рукавам. У нас есть передняя часть рукава и локтевая часть. Разложим каждую с половиной раздельно и соединим со второй стороной рукава. Вот в этой области, где срезы различаются, нам необходимо будет просто подтянуть, подправить срезы и прострочить. Ну а здесь мы видим, что одна часть рукава больше, что есть шире, чем вторая. Для этого нам необходимо просто подтянуть срезы, соединить их и прострочить. Деталь от летной кокетки нам необходимо будет соединить спинку с полочкой. Деталь спинки мы скроили в сгиб, то есть она состоит из двух половинок, а вот деталь полочки состоит из одной части. Нам необходимо соединить их по боковым срезам, только по одному боковому срезу. И это должна быть правая половинка. То есть, когда мы вывернем изделие на лицевую сторону, то эта кокетка должна оказаться у нас справа. Остальные детали воротник и карманы мы стачивать не будем. По ним не предполагается прямая строчка, поэтому мы их пока откладываем и они будут ждать своей очереди, когда наступит время другой операции. Швы проложили, соединили срезы. Строчка прошла отлично, без пропусков, без перетяжек, все в порядке. Надеюсь, и ваша машинка прошьет также хорошо. Ну а теперь нам необходимо обработать срезы. Мы обрабатываем их не для того, чтобы они не осыпались, конечно же, они не осыпаются и даже не рвутся. Мы делаем это для создания тонкого и лаконичного акцента. Итак, обработаем бейкой. Лицевую сторону необходимо приложить к срезам. Прямо совместить со срезами. Можем прикрепить булавкой, если только очень близко к краю, а можем шить прямо на ходу. То есть, к примеру, приложить полоску к срезу, подправлять ее в процессе шитья без каких-либо закалываний. Можно воспользоваться канцелярскими зажимами. Итак, нам необходимо будет дать строчку на 5 миллиметров от края вдоль всего среза, а затем отогнуть бейку на другую сторону, сложить срез вовнутрь буквально 5 миллиметров и накрыть сверху уже с другой стороны среза. Далее вам необходимо будет дать строчку на 1-2 миллиметра от внутреннего края бейки. И таким образом срез будет обработан. И теперь наступает очередь мелких деталей. Например, карман. Накладной карман с округлыми нижними срезами. Нам необходимо будет обработать все срезы по карманам, а затем только мы настрочим карман на изделие. Обработка здесь аналогичная. Прикладываем лицевую сторону эластичной бейки к срезу кармана, совмещаем срезы и пристрачиваем сначала на 5 миллиметров по всему нижнему боковому срезу непрерывно. Вот в этой округлой области кармана мы просто округляем, подправляем аккуратно бейку и даем строчку. Здесь также все будет в порядке. Ну и воротник. У воротника нам необходимо будет обработать только верхний срез. Ну и боковые, разумеется. А вот нижний срез обрабатывать не нужно, поскольку мы еще будем притачивать его к срезу горловины изделия. Итак, подготовили все детали отдельно. Сделали окантовку во всех возможных местах. И теперь нам необходимо будет собрать все детали. Слева лежит деталь полочки и спинки, соединенные по боковым срезам, а справа деталь кокетки. Боковой шов между передней и задней половинкой кокетки я обработала как обычно, словно косой бейкой. А вот по срезам, по краям я ленту просто настрочила, для того чтобы черные полосы были в разной толщине. На самом деле, эту кокетку нам необходимо было приточать в самом начале и заправить боковые срезы по кокеткам в боковой срез между полочкой и спинкой. Но мне захотелось сделать ее полностью отлетной в области бокового шва, и поэтому я не вложила кокетку между спинкой и полочкой. А вот второй срез можно было бы и вложить, но в таком случае нам прежде всего необходимо было бы обработать нижний срез. Технологические ошибки, даже если они совершаются, то здесь они будут незаметны, поскольку пошив изделия из пластика, можно сказать, является набором совершения ошибок. Мы никогда не обрабатываем лацканы и воротники вот таким образом, косой бейкой, раскроив изделие в один слой без подборта. Поэтому не стоит рассматривать пошив этого тренча из пластика как образец для пошива тренча, к примеру, на подкладе. Мы упростили большинство моментов, и поэтому учитывайте это. Для начала, прежде чем втачивать рукава, мы присоединим кокетку. Деталь полочки у нас только одна, и она будет по правой половине изделия. Поэтому к лицевой стороне изделия мы прикладываем кокетку, соединяем боковые швы с одной стороны и с другой. С одной стороны мы просто накладываем друг на друга, а вот с другой, где у нас есть только деталь спинки, мы можем, к примеру, загнуть на изнанку сантиметр и наложить сверху, дать строчку. Либо отогнуть немного и дать строчку по изнаночной стороне. Так будет даже немного аккуратнее и строчку будет делать легче. После этого можно соединить кокетку к спинке и к полочке по срезам проймы, то есть тем срезом, куда мы будем втачивать последствия рукав. А можно и не делать этого, можно сразу же прикрепить рукав, но прежде всего боковой срез слева в любом случае необходимо прострочить. Заготовили рукава реглан, они обработаны по двум срезам, косой бейкой, а вот по низу рукава я решила также просто настрочить полоску для того, чтобы сделать широкий акцент. И мы прикладываем срез оката рукава к пройме. Для начала можем соединить боковые швы, а затем просто подтянуть к передней половинке полочки переднюю половинку рукава и соединить пройму с окатом. И аналогично присоединить вторую сторону, заднюю половинку рукава, к срезу по спинке. Итак, присоединили рукав, вывернем наизнанку висели и нам необходимо будет дать строчку в круговую по всему срезу проймы. Затем эти срезы желательно также обработать эластичной бейкой, но если в этом месте у вас собралась достаточно большая толщина, то сделать это будет крайне сложно. Возможно, стоит исключить эту область, то есть участок бокового шва, а остальные отрезки с двух сторон обработать. Итак, рукава втачены, я не решилась испытывать бытовую машинку и делать окантовку по пройме, слишком уж толстые срезы и пластик достаточно плотный. Итак, нам остается только присоединить воротник и карман. Карман я оставила только один, с противоположной стороны, где нет кокетки по передней половинке. Округлые срезы также обработала эластичной бенькой, а вот по верхнему срезу ее просто настрочила. Ну и что касается воротника, обработала все кроме нижнего среза эластичной бейкой. А теперь нам необходимо будет присоединить его к срезу горловины. Приложим воротник к лицевой стороне изнаночной стороной. На выкройке были контрольные отметки, к которым необходимо прикладывать концы воротника. Ну а дальше просто распределяем по всему срезу горловины, закрепляем второй кончик и даем строчку. Затем желательно, конечно, этот срез также обработать эластичной бейкой. После того, какой воротник будет притачен, плащ-дождевик будет готов. Ну что ж, наша передача, к сожалению, подошла к концу. Мы сегодня экспериментировали и достаточно много. Открывали новые стороны и изучали свойства машинок, а также создали нечто непривычное, тренч-дождевик из пластика. Мы с вами прощаемся совсем ненадолго. Увидимся ровно через неделю, поэтому будьте с нами. Это была передача Мастерская мусульманки. И с вами я, Гульнас. Я желаю вам успешного и прекрасного дня. Я знаю, у вас точно все получится. Ассаламу алейкум, мира и счастья вам!